Человек становится дичайным, а когда у него еще сверх этого нет денег, нет будущего работу потерял, начинает бухать, начинает принимать наркотики, конечно, это только еще займет пару недель, пока он не начнет выкидываться из окна или начнет выкидывать других из окна и стрелять, и резать, и нападать, потому что психика не выдержит человеческая. У меня нервная система, что я должен быть при оружии. Я себя чувствую более спокойно, потому что я понимаю, что народ потихоньку сходит с ума. Понимаешь, он сходит потихоньку с ума, и сейчас сосед уже не выдержит этого напора и прибежит ко мне. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Субиньюз. С вами Василий Миколенко, и мы приветствуем нас на канале нашего постоянного и долгожданного гостя. Это капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Юрий Табак. Здравствуйте, Гарри. Здравия желаю, Василий, всем, кто нас смотрит. Здоровья и хорошего настроения. Гарри, как вы себя чувствуете во время карантина? Я почему спрашиваю, потому что по моим наблюдениям, вот знакомые, с которыми я общаюсь, я также смотрю новости, вы знаете, заметно какое-то повышение психоза. Люди пьют, не зная, чем заняться, у них тревожное состояние из-за того, что им запретили работать, их лишили денег, непонятно, за что они будут кушать через месяц. Причем многие финансы в этом отношении пропиваются. И вот буквально сегодняшняя новость из соседней страны, из Рязани. Дело в том, что там человек, находясь в этой же так называемой самоизоляции, совершил самоликвидацию. Только не себя, а пятерых молодых людей, которые громко разговаривали у него под окном. Он взял карабин «Веппер», производства фирмы «Молот», по-моему, если я правильно помню, и расстрелял пять молодых человек. И чего-то мне подсказывает, что такие случаи будут происходить все чаще и чаще, потому что ситуация действительно накаляется. Гарри, какие у вас ощущения и что вам кажется на данный момент и в будущем, тем более более опасным? Вот это вот болячка, с которой такими методами болятся, либо последствия вот этих мер и обрушения, прямо скажем, экономики. Ведь в вашей стране, в Соединенных Штатах, государство поддерживает людей. А здесь не то, что не поддерживают материально, а наоборот, там даже не отменяют пени, штрафы, иди устраивают кредитные. Еще больше давят людей, у которых нет просто источников финансов, чтобы жить и платить кредиты, потому что нет работы. Ваше ощущение, что дальше? Ну, я не знаю, я даже знаю, что я не предсказал. Я знаю только что, что я предсказал, я сказал, когда вот вводят вот этот карантин, думаю, не все просчитали, не все продумано было. Ну, видимо, из-за паники, из-за истерики. Правительство, это же бюрократия, это же чиновники, они не знают, что делать, они выпускают какой-то указ. Что-то делают, реагируют на что-то очень быстро и сильно, чтобы показать, что они что-то делают или что-то предприняли. Никто толком не понимает, никто толком не знает, почему в Италии 9% смертности, а в Германии 0,4% смертности. Может и затестирование, может и еще из-за чего-то. Но никто толком не понимает. Вообще, первоначально Всемирная организация здравоохранения, такая ООНовская организация, она вообще сказала, что этот вирус первоначально не передается от человека к человеку. Да, почему они так сказали? Ну, потому что Китай так сказал, китайцы так сказали. Ну и все, они так сказали. Это вот государственные, чиновничные, эти огромные конгломераты бюрократов, они так реагируют. Не принимая в учет, что будет происходить с людьми, что будет массово происходить с людьми. Поэтому президент Трамп и сказал, надо подумать, надо посмотреть, не будет ли лечения хуже, чем сама болезнь, более смертельно, чем болезнь. Люди начнут суициды, бизнесы рушатся. Это не то, что ты говоришь, что наше государство помогает. Да, оно чем-то помогает. Но мне, например, среднему классу человеку, это помощь до одного места. Ну хорошо, они мне дадут тысячу долларов. Но в тысячу долларов для среднего человека в Америке прожить, средняя там семья, муж, жена и двое детей, собака и кошка, и лужайка, и две машины, это минимум тысячи, вот неделя. А их бизнес уже разрушен. Вот этот бизнес, который они имели, там, цветочки продавали, там, пирожки пекли, что они там делали. Ну все что угодно, в развитых странах ведь малый бизнес это огромная часть экономики. Это Украина, например, держится там на экспорте металла в основном, а Россия на экспорте сырья природного. Но в нормальных странах малый бизнес это критично вообще. Да, ну я не знаю, вот я сейчас же здесь в Киеве, и я смотрю, ну и у меня много здесь знакомых, у которых есть малый бизнес. Кто-то что-то поставляет в рестораны, у кого-то рестораны, у кого-то кафешки. И я их спрашиваю, говорю, ребят, сколько вы так продержитесь? Он говорит, ну я не знаю, у меня там, у меня жира на месяц может быть хватит, а дальше что? Дальше что будет? Очень сложно. Особенно вот эти сетевые рестораны, они вообще работают на очень маленьком арже, а людей они нанимают много, у них и официантов, и поваров, и всего остального. Поэтому, конечно, надо продумать, не будет ли, как я, президент Трамп сказал, не будет ли лечение хуже, чем лекарство хуже, более смертельное, чем сама зараза. Мы не знаем, что это за зараза и насколько она, конечно, сразу... Это слова Трампа, кстати, мы о Трампе еще поговорили. Да, это слова Трампа, я говорю. Да, и на него реакция была сразу, что он заботится о бизнесе, он бизнесмен, не заботится о людях, как будто люди и бизнес, это две разные вещи. Бизнес есть люди, а люди есть бизнес. И, конечно, это сразу политизируется, сразу становится... политическая борьба не останавливается. Знаешь, уже казалось бы, ребята, послушайте, тут весь мир захватило что-то, что понять невозможно, мы никак не можем понять, что вы все политизируете и политизируете, никак не вы можете выйти из этого боя. Знаешь, у нас когда-то во время бури в пустыне была такая фотография, я не знаю, почему ее не распространили, я ее видел, когда два медика выносят морпеха и видно, что идет бой, потому что они пригнувшиеся, бегут с носилками, а морской пехотинец на носилках и он стреляет еще, он никакой с боя выйти не может, он уже ранен, его уже на носилках, а он еще стреляет, он еще отстреливается, потому что он так вошел в бой, в такой раж, но они у нас и обучены этому. Что он будет до конца, пока он в обморок не упадет или пока он не умрет, он будет стрелять, кидать, драться, ножом бить, что угодно. А эти вот политики, они мне напоминают таких зеркальных отражений этого морпеха, только они идиоты, они никак не могут выйти из-за своей политической драки, им все равно, сколько погибнет вокруг них людей или что, лишь бы они бы оставались в этой политике. Больные. Конечно, плохое отражение, конечно, страшно становится, что будет вот с этими людьми, которые всю жизнь строили бизнес какой-то, строили какую-то жизнь для себя, как они все это будут возвращать, еще месяц пройдет, я думаю, это будет очень сложно в экономике, станет очень сложно. У нас в стране многие же, у нас же по-другому, у вас, если ты купил дом вот вся там в лесу или квартиру в Киеве или машину, вы за это расплатились в основном, вы ее купили, это ваше, а у нас в Америке ничего нашего нет, мы все живем в долг, у нас все квартиры, все дома там, у тебя может быть 20 домов, у Трампа может быть 100 казино быть, а они не выплачены, это все заложено за то, а это заложено за это, а эта яхта заложена за дом, а это машины заложены, это все принадлежит банкам, ты всю жизнь это выплачиваешь и никогда не выплатишь, потому что ты это потом продаешь, потом берешь снова в долг деньги у банка, и еще одну ипотеку, еще одну ипотеку, и так вот все крутятся в этом, поэтому сейчас для нас это огромный финансовый коллапс будет, и сейчас же рынок у нас упал, потому что мы деньги вкладываем в рынок, рынок растет, на этих денег мы покупаем еще что-то, телевизор, одежда, у нас все в кредит, это у нас экономика на этом построена, я не говорю, что плохо или хорошо. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что человек имеет сразу хороший старт, он пока молодой, может получать хороший дом, хорошую машину, заводить семью, а у нас, конечно, проблематично. А у вас люди копят деньги, копят деньги, они не любят быть в долгу перед там банком или еще что-то. Не-не-не, это дело в процентах, Гарри, прежде всего в процентах. Да, конечно, да, конечно. Ну и тут и психология еще такая, это должно быть мое, это моя. Да и не дают, еще попробуй возьми под любые проценты. Десять залогов нужно, и там голову заложить нужно. Я не экономист, но я понимаю, что таким образом, когда ты берешь долг, экономика тогда растет, тогда ты покупаешь ценные бумаги на будущее, и экономика развивается таким образом. Это так уж сложилось исторически, но вот сейчас я не знаю, что будет, как это произойдет. Всем все простят, что ли, и все расскажут. До свидания. А каким вы видите, что вообще сообщают вам ваши знакомые, ваши родные из Соединенных Штатов? Какие у них надежды, перспективы? Вообще надеются ли они, что будет резкий рост экономики, когда это все закончится, и ситуация более-менее быстро придет в порядок? Ведь мы все, живущие в остальных странах, может быть, за исключением богатейших, типа Японии и Германии, понимаем, что мы все, извините, друзья, за выражение, плетемся в хвосте у локомотива мировой экономики. Как там ветер подует, так и у нас он примерно долетит через некоторое время. Что, какие перспективы оздоровления США, как вы думаете? Либо удар сейчас настолько серьезен, что сложно прогнозировать вообще какой-то рост в ближайшем будущем. И будем мы собирать только последствия этого кризиса еще очень долго. Василий, я не экономист, я человек военный, поэтому... Что говорят вам из США ваши знакомые, родственники? Ну, разные люди говорят, некоторые в панике, там финансисты разные, там люди, кто что-то в деньгах, другие, наоборот, говорят, ничего страшного. Все зависит от человеческого персонажа, тут никто ничего не знает, понимаешь, это мы можем слушать, я вот слушаю всех этих экспортов на разных каналах, кто чего говорит, и от чего они это берут, почему они так мыслят, я не понимаю. Может быть, я не понимаю сложные структуры, но я говорю, если бы мы могли предсказать, что будет завтра, мы бы предсказали. Но я знаю только то, что есть люди, которые паникуют, которые говорят, что все, всем капец, все. Нас, мы умрем или от этого, или от этого, или от этого, да, мы умрем, я вам всем гарантирую. Я могу обещать предсказать только две вещи в жизни, я могу предсказать, что мы заплатим налоги, и мы умрем. Эти две вещи мы избежать никак не сможем, это произойдет. Просто когда и сколько, ну я военный человек, я командир, я считаю, что, ну не люблю хвастаться чем-то, но у меня есть лидерские качества, я лидер. Поэтому для меня иметь упаднические настроения или видеть, что все плохо и ситуация безвыходная, это не в моем генофонде. Я считаю, что наоборот, это какой-то, Всевышний прислал нам какой-то тест, настоящий это тест или не настоящий это тест, надеюсь, что не настоящий. Мог прислать мировую войну, знаешь, чтобы мы переколошматили пару сотен миллионов друг друга и поняли, что цена жизни не в Мерседесе, не в квартире на берегу Байами, не на Феррари. И немножко отмутировали от радиации при этом, да? Да, и сколько у тебя телок там вокруг тебя молодых круется, а ценности жизни в том, что ты здоров, твои дети здоровы, что у тебя есть крыша на голове, что ты не испытываешь чувство голода, что ты можешь получать удовольствие от настоящих вещей. И я вот думаю, что, может быть, это нас приведет к этому, этот кризис. И после этого мы, наоборот, расцветем еще больше. И не будет такого, что... Конечно, это будет, знаешь, когда рота идет, есть... Почему командир идет впереди? Он направляет, как идти, чтобы все шли в ногу, чтобы все поправили. Есть один, который... Он идет с таким... Вот если вы видите американские фильмы, где бегут там солдаты в строю коробкой, у них бежит один с флажком, он направляющий, с флагом своей роты, потому что он их направляет. Поэтому это всегда будет такая, что, допустим, там Америка или не Америка, другая какая-то страна, которая будет вот с этим флажком бежать и направлять. И если ее не будет, если она упадет там, то все остальные собьются с ноги, собьются с ритма бега. Поэтому, да, есть такая страна, как Америка. Если у нее плохо все, то и во всем мире плохо, потому что это первая экономика. Надеюсь, так и останется. А если у нее хорошо, то и у всех остальных в экономиках хорошо, потому что сегодня глобализация такая идет. Поэтому я надеюсь, что в этом случае мы после вот этого вируса, когда он пройдет, многие люди осознают настоящие ценности семьи, любви, Бога, еще чего-то, а не вот этого материального никак мы наесться не можем, еще рюшечку, еще холодильник, еще колбасу вот в золотой оболочке, а не такую. И когда мы это все уже осознаем, что если нету сегодня сущей, это не трагедия в жизни, и если пиццу вам сегодня не привезли, то это ничего страшного, и ваши дети смогут пережить как-то. И когда мы это поймем, я думаю, что наоборот, расцветем еще больше. Люди станут лучше, это сделает из нас лучше люди, как обычно после войн больших. И страны расцветают, и страны встают на ноги и осознают. Немцы это осознали после Второй мировой войны, японцы. И я надеюсь, что наоборот, Украине это поможет еще больше, потому что если раньше у всех вокруг было хорошо, а в Украине было плохо, ну никак экономически, никак она с этой коррупцией никак не могла вырваться из этого замкнутого круга, то я думаю, что после этого вируса все будут где-то наравне. У всех будет плохо. И тогда в Украине будет такой же старт, как и у всех остальных вокруг нее, и у нее получится еще лучше. Я, опять же, можете меня называть наивно, можете называть меня дураком, но я командир, я не могу смотреть и иметь упаднические чувства. Я считаю, что это все наоборот нам поможет осознать себя, понять себя. Вот, например, я, на моем примере, где бы я ни был, чем бы я ни занимался, в какой бы горячей точке я ни оказался, я всегда знал, что в любом случае я могу сесть на самолет, на вертолет и быть дома через 10 часов, 12 часов. Если даже меня ранят, я понимал, что меня моментально эвакуируют, я окажусь дома. И сейчас я осознаю, я буду вокруг родных и любимых людей. А сейчас я осознаю, что бы ни случилось, как бы это ни произошло, как мне Украина не нравится, как мне неприятно здесь с людьми. Мне каждый день телефонных звонок, тысячи, тысячи всего. Я уже пытаюсь не отвечать, как ты, что тебе сделать, как тебе. А я понимаю, что что бы то ни случилось, я не могу вернуться домой, я не могу быть среди своих близких и любимых. Так получилось. И я осознаю, насколько это ценно, насколько это важно для человека, чтобы оказаться, быть мобильным сегодня, быть среди тех, кого ты любишь, кто любит тебя больше всего, кому ты самый ценный. Сколько бы здесь у меня друзей не было и людей, которые мне желают хорошо здесь, комфортно и интересно. Вот я осознал это, ценность семьи, как иногда люди во время войны или что-то не могут добраться обратно домой, не могут добраться чувства дома. Да, мне здесь хорошо, но все равно мой дом – Америка. Самое ценное у меня там, в Америке. Вот и для меня это был такой урок, допустим. Я надеюсь, что каждый человек извлечет какой-то урок. А насчет того, что психическое состояние, оно везде, наверное, у людей одинаковое. Самое большое наказание, вот в тюрьмах там или в армии, самое жесткое, самое жестокое наказание – это когда тебя изолируют. У нас даже запрещено это было, потому что у нас в училищах военных раньше была такая детовщина. Если курсант не вписывался в коллектив, они его изолировали. Но изолировали не в комнате какой-то, а с ним никто не разговаривал, на него никто внимания не обращал. Вот курсанты другие с ним не разговаривали, не общались, не видели его. Он не существовал как человек. И, конечно, такие курсанты или уходили, их так вымывали, или они доказывали себя. Вот у нас я служил у адмирала, первый чернокожий адмирал, который у нас был четырехзвездный адмирал Ризен. Я у него служил, прекрасный человек. Он в академии, в военно-морском училище. Вот он был изолирован, потому что он был чернокожий. И он продержался несколько лет, так все равно он не сдался. И потом они его примели. Сказали, ну если он может такое выдержать, значит, это у человека есть кремль, есть он офицер. И вот он такой человек, и он стал большим военачальником. И такие были несколько случаев, я знаю, у знаменитых людей. Ну, потому что это самое страшное наказание. В тюрьме, когда тебя в карцер сажают, это не потому что там голодно или холодно, это потому что ты одинок, ты один сидишь с утра до вечера в одиночестве. Точно так же и пытки. Когда мы хотим пытать человека, посажаешь его в одиночку, и потом он хочет с кем-то общаться. Для человека нужно общение. Когда с ним тот, кто его допрашивает, начинает с ним общаться, он выкладывает всю информацию. Есть такая пытка, когда тебя засовывают в одиночество. И это, конечно, опасно, потому что сейчас вот в этой изоляции мы не привыкли. Люди гражданские, нормальные, им нужно общение. И общения у нас сейчас нет. Общения происходило очень много в ресторанах, кафе. Люди ходили в гости. А сейчас у нас общение только по скайпу или вот так. И мы оказываемся изолированы. И вот это очень сложно психологически. Для меня, например, сложно, потому что я сижу вот изолированный в одной квартире и общаюсь только с людьми так, и там выхожу в магазин или еще куда-то. Все звонят, все волнуются, но вот такого близкого общения там нет. Может быть, два-три человека у меня есть, с кем я общаюсь так. Приходят они ко мне или я к ним. И поэтому я звоню тебе, звоню всем остальным и говорю, давайте сделаем интервью, давайте еще что-то сделаем. Потому что общение нужно. Человек становится дичай. А когда у него еще сверх этого нет денег, нет будущего, работу потерял, начинает бухать, начинает принимать наркотики, и, конечно, это только еще займет пару недель, пока он не начнет выкидываться из окна или начнет выкидывать других из окна. И стрелять, и резать, и нападать. Потому что психика не выдержит человеческое. Уважаемые друзья, давайте пожелаем Гарри в комментариях общения побольше и напишем свои комментарии для Гарри, чтобы поддержать его морально в изоляции. Хотя, я думаю... Нет, я нормально. Да, вас, уважаемые друзья, многие семьи, вы, к сожалению, оторваны в данный момент от семьи. Но остается только... Все равно в этом нужно найти, что за положительное. Я, например, хочу порадостно задавать, чтобы вы оказались в изоляции в такой стране, как Украина, и в таком городе, как Киев, а не где-нибудь там в кишлаке под Кабулом, например. Что было бы, мне кажется, немножко... Я не уверен, потому что, Василий, ты видишь, у меня уже морда не влезает в экран. Я уже здесь поправился. Во-первых, все присылают мне почему-то еду. Почему-то думают, что, я не знаю, я выгляжу очень голодный, потому что мне почему-то все присылают еду какую-то. Причем вкусную. Ну, тоже я люблю украинскую. Ну, я вам скажу, диету очень сложно соблюдать в такой обстановке. Это тоже, я не знаю, это хорошая сторона или плохая. Я думаю, хорошая сторона в том, что я осознал, что такое семья, что такое близкие, что такое родина. Больше, чем я об этом думал раньше. Как тяжело. Потому что ничего не могу по этому поводу сделать. Что бы я ни сделал, добраться до Америки я не могу. Это все зависит от посольства, все зависит от правительства, все зависит от кого-то. Причем я понимаю, что это кто-то, это не один человек или два человека, а это вот такая огромная бюрократическая машина, которая не может принять решение, которая неразворотливая. Я знаю, что она сработает в какой-то момент. В какой-то момент сюда прилегают. Наши самолеты нас отсюда заберут. Но пока это случится, вот ты сидишь и все это осознаешь. Конечно, я мог бы оказаться... Если бы я выбирал, где я хочу находиться в изоляции, то, конечно, Украина. Приятно, приятно слышать. Гарри, мы с вами уже неоднократно говорили об оружии, о вооруженном человеке и характеризовали, что по-настоящему свободный человек может быть только вооруженным. Но вот этот случай сегодня в Рязани, где вооруженный карабином веприт человек, убил пять людей. И вот эта ситуация, которая складывается сейчас вокруг этой самоизоляции, самоликвидации, вокруг этого карантина, вокруг того, что люди вынуждены сидеть дома, и они потихоньку завереют. Как вы считаете, в этой ситуации будет ли изменен подход и мнение людей к вооружению, к оружию? Насколько теперь изменится то, что, например, вы об этом думаете, люди об этом думают? Поддерживает ли в данной ситуации оружие человека, либо наоборот оно ему немножко стало мешать? Как вы думаете? Нет, я думаю абсолютно, что это поддерживает. Потому что если бы был еще кто-то вооружен в этой группе людей, в которых он стрелял, они бы могли защищать себя и выстрелить в него обратно. Ну, скажем так, он бы на это не так бы легко решился, правильно? Может быть и не так легко бы решился. Было много бы факторов, которых они защитили. Ну, теперь аргумент такой. А если бы у него не было этого оружия, то он бы не смог их пристрелить правильно. Но он мог бы тогда сделать что? Он мог бы тогда схватить нож и убить кого-то ножом. Но говорят тогда, он бы убил одного, двоих, троих, там, я не знаю, ну, не пятерых, да? Может быть, может быть банк, может быть денег, я не знаю. А он бы тогда, знаете, что сделал? Он бы взял и поджег весь дом, погибло бы 50 человек. Он бы что-то, он бы натворил все равно. Это предсказать невозможно. Это невозможно определить, что у него в башке происходило. Въехал бы на машине в остановку, машины запрещать теперь. На машину в остановку мог въехать. Много чего он мог натворить. Отравить воду. Ну, смотря насколько развитый интеллектуальный этот человек, насколько он знает, как действовать. Это явно уже просто человеческая психика не выдержала. Не знаю, что у него могло бы произойти. Но дело все в том, что я знаю, что если бы я был один из пяти этих человек, у меня бы был пистолет с собой или какое-то однострельное оружие, я бы отстреливался. А если бы было это у всех пятерых, то он точно бы не смог многих убить. Его бы убили до этого. Поэтому я всегда за то, чтобы адекватные и ответственные люди в обществе были вооружены. Имели эту возможность быть вооруженными. Учителя в классе, тренера, священники. Но священники не могут, а это против их религии. Но другие люди, которые ответственные, которые может среди них попасться какой-то псих, или у него что-то заклинит в голове дамы, все живые люди, может. Но тогда все остальные вооруженные, они смогут от него отстреляться. А криминальные или больные, они всегда найдут или администрельное оружие, бандиты. Или ненормальные, психически ненормальные люди. Я имею в виду психи не в смысле душевнобольных людей, а в смысле просто таких бандитов, которые могут это сделать ради развлечения, как гангстеры, которые в гангстерах участвуют, в бандах. У них иногда есть иноциация в Америке, где они проезжают на машине и должны просто пристрелить кого-то. Сбросить ли вирус? Без какой-то причины. И это так, они включают их в банду. Разные люди. Но если они знают, что все вокруг вооруженные, как там, допустим, в Израиле или в Швейцарии, то они поймут, что их могут пристрелить обратно довольно-таки быстро. И у нас в Штатах, у нас же по Штатам это разделяется, и у нас в Штатах, где разрешено ношение оружия, намного меньше убийств огнестрельным оружием, чем в Штатах, где оно запрещено. Вот просто статистика такая. Там, где люди ходят с оружием, там намного меньше бандитизма и огнестрельного убийства, чем в Штатах, где это не разрешено. Потому что бандиты все равно достанут это оружие. А вот честный человек, нормальный человек, не может себя предохранить. А полиции везде нет. Как вы считаете, то есть вы хотите сказать, в принципе, если кратко, то если бы все шестеро людей были бы вооружены, пять бы трупов точно не было, да? Было бы намного... Ну, я не знаю, точно или нет, но шансов бы я не могу предсказать. Я не знаю, да или нет. Может быть, я же не знаю, что этот чудак был. Может быть, он снайпером был. Тогда бы все пятеро были бы трупами. А эти дилетанты просто, которые раз в месяц ходят в Тирстера, стреляют, тогда нет. Если он пьяный какой-то или обдолбанный, беспорядочно просто стреляет в толпу народу туда, а среди этих людей есть обученный и умеет стрелять, то, конечно, шансы бы намного были бы больше или погибло бы нам меньше людей. Это такой, я думаю, факт понятный. Ну, например, сегодня я вот здесь сижу, я бы не отказался, если бы у меня было право иметь оружие. Я бы себя чувствовал лучше. Да, в чем бы... Потому что я понимаю, что через пару... А потому что я понимаю, что через пару месяцев начнется бандитизм. У людей закончатся деньги, у людей закончатся... И почему-то об этом мало кто сейчас говорит. И это огромная опасность. Хаос и обмещание. Да, полиция, конечно, полиция же для этого есть. Можешь позвонить полиция. Но это тоже аргумент такой очень слабый, потому что тогда не надо, зачем вам... Как он называется, противопожарный этот баллон в доме? Огнетушитель. Зачем вам огнетушитель? Вы сможете вызвать пожарную команду? Знаешь, тогда они нужны... Зачем столько огнетушителей продают в мире? Не покупайте их, потому что если у вас пожар, вызываете пожарную команду, она приедет и потушит ваш пожар. Да, или запретить тогда в квартирах воду. Ладно, это немножко о другом. Я хотел бы узнать ваше мнение, Гарри, по поводу тех изменений, которые произойдут в Украине 6 числа в понедельник. Будет запрещено ходить гражданам Украины, перемещаться, выходить на улицы без документов. Такого никогда не было. Даже Янукович за такого не задумался. Будет запрещено собираться больше двух. Ну, про маски эти, вот, на мордике я уже вообще молчу. Но вот эти два пункта. Дело в том, что согласно Украинской Конституции, например, статья 64 и 33, прямо говорят о том, что лишение прав и свобод граждан может произойти только в двух случаях. Исключительно в двух случаях, когда Верховная Рада принимает либо чрезвычайное положение, либо военное положение. Тогда свободы граждан на перемещение, там, и так далее, могут быть ограничены. И, судя по всему, Кабинет Министров это не Верховная Рада, правильно? Он взял на себя такие полномочия. На мой взгляд, группа нарушает Конституцию. Причем Зеленский, который клялся быть гарантом Конституции, уже второй день молчит, ничего по этому поводу не говорит. Таким образом, на мой взгляд, он нарушает клятву свою, как гарант нашей Конституции. Как вы считаете, Гарри, возможно ли, чтобы в Соединенных Штатах какие-то решения по ограничению свобод граждан, коренных свобод граждан, делались вот в такой способ, когда Конституция грубо парпирается? Я абсолютно не против каких-то ограничительных карантинных мер. Да, если там какая-то там эпидемия и так далее. Вперед, ребята, собирайте Верховную Раду, вводите чрезвычайное положение, как этого требуют статьи Конституции, и тогда я согласен на ваши ограничения. Но Кабинету Министров, на мой взгляд, никто таких прав не давал, и это прямое нарушение основного закона страны. Возможно ли, Гарри... Да, мы не юристы, как вы сейчас скажете, я понимаю, я это уже предчувствую, но возможно ли в США такая ситуация двоякая, когда Конституция говорит прямо, что мои свободы может ограничить только Верховный Совет, приняв соответствующие положения, а Кабинет Министров этого не может. США возможно... А президент не может? Президент должен подписать... Президент должен подписать решение Верховной Рады о чрезвычайном положении... А сам он его нет? Нет, только Верховный Рад. Сам он... Как написано в Конституции. Понимаете, у вас немножко, у вас немного такая странная система управления, я думаю... У нас парламентская президентская республика, а не наоборот. У нас на первом месте парламентская... Да, поэтому у вас очень сложно, у вас не поймешь президентская, она или парламентская, парламентская или президентская. Для меня сложно понять. Я думаю, что это очень сложно управлять страной, когда вот такая система существует. Надо или парламентскую иметь, ну, как в других странах, уже не надо колесо изобретать. Надо или парламентскую иметь, или президентскую. И тоже там... Вы смотрите на другие страны, как другие, не надо изобретать колесо. Армию так перестроить, и полицию. Ну, уже это тысячу раз было сделано, и я не знаю, почему здесь такая трудность, где там продавать землю или не продавать землю. Ну, есть же опыт, есть же в других странах, везде, где это проделывалось, где не проделывалось ваших соседей. Поэтому из-за того, что это президентская парламентская, вот трудно принять. Я не знаю, значит, у президента нету такого права объявить чрезвычайное положение, потому что если что-то случается, ждать пока Конгресс принят какое-то решение, иногда можно проиграть войну, у вас уже завоюют, потому что они пока не там будут ругаться, Ну, вот в Украине настолько президенту не доверяют, как в Соединенных Штатах, понимаете? Все равно верховная радость. Нет, ну, должно быть какой-то баланс. Понимаешь, опять, ситуация беспрецедентная. Никогда в мире такого не было, что произошло сейчас. Почему это произошло? Как это произошло? Никто ни хрена понять не может. С каждым днем все больше и больше конспиративных теорий. Сейчас, конечно, в России все говорят, что это уже доказано тысячу раз там, что это американцы сделали. Здесь у вас уже тысячу раз совпадения там такие не могут быть, все, что случалось, что это вышло из России. Китайцы говорят, их там вообще нету. В общем, это можно с ума сойти. А еще же что? Народ сидит дома, делать нечего. Муж уже бухой, он уже надоел, она хочет его прибить, а она все время мелькает, перед моими глазами тоже надоело. Понимаешь? Дети эти уже задолбали. Представьте, сколько разводов, кстати, в этом отношении. А еще, а сколько детей будет? А сколько детей? Не факт, не факт. В такой ситуации нужно иметь большую смелость, чтобы заводить детей в такой финансовой ситуации. Не факт. По пьяни разводу, что это за поколение будет? Дети рождались даже в лагерях, и дети рождались даже во время войны. Это такой процесс, который остановить сложно. В любом случае, в Бума, мне кажется, ожидать сложно. Люди будут задумываться, стоит или нет. Извините. Некоторые задумываются, а некоторые пока не задумываются. Уже Баха беременная, пока думал об этом, обо всем. Это такое дело. Я хочу сказать, что, а еще сверх всего этого они смотрят телевизор, смотрят наши передачи, все эти конспирологи. Конечно, человеку мозг уже не может, ему сложно выдержать такой напор. Понимаешь? И еще ты без оружия находишься. Вот я, например, у меня нервная система, что я должен быть при оружии. Я себя чувствую более спокойно, потому что я понимаю, что народ потихоньку сходит с ума. Понимаешь? Он сходит потихоньку с ума, и сейчас сосед уже не выдержит этого напора и прибежит ко мне, чтобы удрать там от жены или от мужа, от детей, от этого телевизора, от этих передач, от всей этой конспирологии, потому что у русских уже натовцы здесь, у вас уже россияне подтащили танки, сейчас они грохнутся. Эта истерия еще на ту истерию, это все накладывается, накладывается. Еще Соловей рассказывает о том, что Путин все завоюет сейчас, к 9 мая, пользуясь коронавирусом. Ну да, вот 9 мая опять же на носу, военный призыв на носу, я не понимаю, как мы будем выходить из этой ситуации, и что мы будем делать. В России, конечно, понимаешь, вот я слушаю, у меня же друзья тоже в России есть, они мне говорят, что там происходит с их точки зрения. И я смотрю, что здесь происходит, конечно, у вас более организовано, более ответственно. Правительство подходит, то, что они, вот этот карантин, то, что вводят эти жесткие меры, это все-таки народ дисциплинирует, тоже есть и другая сторона. В России идет какой-то такой более-менее игнорирует. Сейчас вот они взяли, вообще перестали принимать своих граждан, развернулись самолеты, и эти люди остались там 20 или 30 тысяч российских граждан не могут вернуться в Россию. Это ужасно. Это как будто они не граждане. И тоже нарушение Конституции, кстати. Конечно, да. Ты как гражданин имеешь абсолютное право вернуться к себе домой в любое время, когда ты захочешь. Если ты можешь, если физически это возможно. Например, я хочу, но я знаю, что если будет полет, если организуется полет, и начнут лететь, то меня никто не остановит, и меня Америка не скажет, нет, мы тебя принять не можем, потому что ТДМ был в какой-то зараженной зоне. Что Россия сделала? Все, эти уже не граждане, эти уже у них гражданских прав нет. Это, конечно, ну, там нет масок. Говорят, что сейчас люди уже в России боятся ходить к врачам, обращаться в больницу, потому что сами врачи, сами медсестры, медперсонал заражен, и боятся от них заразиться, потому что масок не носят, тестов нету, никаких, ничего нету. Здесь вот я знаю, что вчера я говорил со своим очень хорошим товарищем, он главврач здесь в одной из больниц, он говорит, мы работаем на износ. Да, он говорит, у нас есть больные, он говорит, но дело все в том, что я весь день должен быть в этом респираторе, в этих очках, ну, на лыжах кататься, он говорит, когда ты весь день у них, то у меня голова болит, я устаю очень от этого. Это понятно, но, видимо, это тоже и необходимо, чтобы его не заразили, чтобы он потом не был разносчиком болезни, как врач. Поэтому, я думаю, что все равно мы все переболеем этим, просто это растягивается, чтобы вот на этих врачей и на больнице не было такого. Я думаю, что через неделю-две будут уже тесты, возможны всем и всех протестируют, и теперь вся эта паника закончится. Я так надеюсь, что это так и будет. Ну, рано или поздно это так не будет, и через год где-то будет вакцина, я надеюсь, которую смогут. Только не все доживут, особенно не в плане заражения, а в плане экономическом, психологическом и так далее. Мне так кажется. Да, да, к сожалению. Ну, вот это будет для нас так, это нам даст такой... и нам по-любому инъекция будет или такая, или сякая, или в голову, в голове у людей, я надеюсь, что-то поменяется. Как говорил мой первый командир, он из спецназа был, он говорил, что пуля у человека в голове меняет очень многое. Очень многое меняет пуля в голове, даже если она попала в голову. Да, хоть выносила заставку в начале видео. Гарри, вы там рядом с Киевским гидропарком находитесь, и там сейчас назревает очень интересная ситуация. Дело в том, что группа спортсменов, у которых спортивный режим, которые не могут прекратить занятия, тренировки, заниматься на тренажерах, они заявили, что они не собираются выполнять антиконституционный, как по их мнению, постановление Кабинета Министров. И они не уйдут из парка, и они будут продолжать там свои занятия. А если их попробует оттуда силовым методом убрать полиция, то они еще сказали, кто, интересно еще, у кого это получится лучше, у них или у полиции, то есть у полиции или у спортсменов с их друзьями. Как вы прогнозируете, что в этой ситуации будет делать власть, по вашему мнению, что будет делать Аваков, попытается договориться снять какие-то ограничения для всех по поводу парков, либо для определенной группы этих спортсменов, наплевав на других, либо все-таки будет жесткий силовой вариант. Ваш прогноз на эту тему. Я сейчас издалека начну, потому что я был в этом парке, и я видел, я видел, как очень много там народу, во-первых, это очень здорово, что он есть, он существует, потому что я люблю туда ездить, и я часто видел, что там дети занимаются, спортом этим всем, качаются, и взрослые, но было там мало народу, и вот недавно я поехал в парк на прошлой неделе, и, конечно, он был забит, эта территория была забита всеми, как он называется, качками, ребята, которые качаются постоянно, которые очень, они очень, мой лучший друг здесь, в Киеве, он культурист, он спортсмен таков, и для них это очень важно, форма тела, это их религия, это их жизнь, это очень важно для них этим заниматься. Я ему все время говорю, я тоже качаюсь пять раз в неделю, но что-то ничего не видно на мне, как на тебе, может быть, я говорю, не на тех качелях качаюсь, потому что я качаюсь, качаюсь на качелях, ну, не нарастает нам не так, не так качаюсь, да, вот, и он, я их там видел, этих ребят, и там было их очень много, я думал, потому что спортзалы закрыты, они все ринулись туда, исторически, так, я не люблю какие-то нации или группы людей складывать, делать такие, говорит, вот эта группа людей такая-то, эта религия такая-то, эти такие-то, эти такие-то, потому что все разные, все получаются по-разному, иногда исторически складывается культура человека, допустим, мы говорили экономически, о кредитах и как разрастается, потому что в этом районе, в Европе, христианство не разрешало давать деньги в долг под проценты, религия христианская, то государство не могло разрастись, государство не могло развиваться, а королям надо было развиваться, королям надо было финансировать армии, земли, строительство, им нужны были финансисты, и разрешалось это не христианам, а мусульманам и христианам это запрещало, значит, оставались только евреи, которым нельзя было иметь земли, нельзя было иметь сотки, но можно было давать деньги в долг и за это получать проценты, И, конечно, чтобы не выплачивать обратно, не возвращать деньги под проценты, легче всего было обвинить их в воровстве, в мошенничестве, в поклонении дьяволу, или еще что-то убить, сжечь, и тогда ты никому ничего не должен. И вот всегда была такая вот проблема иудейско-христианского отношения между собой. С одной стороны, религиозные лидеры запрещали это делать, с другой стороны, короли-царей, им нужны были деньги для развития государства, а с третьей стороны, евреи были единственные, которым разрешено было под проценты давать деньги. Вот сложилась такая культура. Симбиоз. Жилка какая-то, вот эта казачья, что вы, то, что вам царь говорит, царь из Москвы, что вам говорит, вам это до одного места, у вас свое мнение по этому поводу, а если чуть что, вы за шашку хватаетесь и начинаете ей махать. Вот эти вот ребята, наверняка в них есть этот ген, который говорит, что пошли они к чертовой матери, мне мое тело, я его лучше знаю, а они правда свое тело знают очень хорошо. И если я даже заражусь чем-то, то я выживу, потому что я здоровый, у меня иммунитет, я молодой, я здоровый, я занимаюсь все время спортом, у меня даже симптомов не будет, потому что я такой здоровый. А заражать я никого не собираюсь, потому что я буду носить повязку везде и все. И вот они решили это для себя. А заниматься спортом для них очень важно. Выглядеть для них как здоровыми и крепкими, и красивыми очень важно. Это очень важно для них, как для меня, допустим, там мундир, или для тебя сидеть вот и проводить свои передачи. Это такая жизнь. Поэтому я не думаю, что их полиция разгонит, это раз. Если их полиция решит разгонять, это будет очень жестко и пострадает очень много людей. И вот вам еще одна, когда лекарство от заболевания еще хуже, чем само заболевание. Поэтому если господин Аваков меня слушает, я уверен, что он сейчас сидит и нас слушает, ему больше делать нечего в этой изоляции, то, конечно, с ними надо договариваться. Надо прислать к ним парламентеров каких-то, которые смогли бы с ними договориться и объяснить, что тут не только должна дисциплина, вы как спортсмены, как лидеры, многие из них лидерские, имеют качество, вы должны, наоборот, показать пример, показать дисциплину в нашем обществе, чтобы это прошло. Давайте договоримся, может быть, что вы сюда будете приходить, там по 25 человек. Час, 25 человек, час. Эти уходят, другие приходят. Сами выберите между собой ответственных лиц, которые за это будут отвечать, смотреть, чтобы это проходило правильно. И там, может быть, поставить одного или двух полицейских. И полицейские, я вижу, здесь сейчас ездят в автобусах и в троллейбусах и запускают только столько-то людей туда, а остальных не запускают. Поэтому сложная ситуация, сложно будет это все контролировать. Может быть, там поставить, как здесь в магазинах сейчас стоят, измеряют температуру, чтобы они были в масках, там занимались. Как-то с ними договориться, разработать план, чтобы они могли. Потому что эти ребята, они здоровые, они сильные, они агрессивные, они молодые. И силой вы их не возьмете. Можете прислать нацгвардии, вы их силой не возьмете. Они разбегутся, потом сбегутся опять, накостыляют вам. Они смогут быстро организовать партизанский отряд. Они быстро смогут разбежаться, у них будут стоять посты, которые будут говорить, когда идет нацгвардия или полиция, они разбегутся, соберутся в какую-то группу, нападут на каких-то двух или трех, как волки, на отбившихся нацгвардейцев или полицейских каких-то. И вот это начнется, начнется очень плохая ситуация. Но просто вот так вот силой в лобовую разогнать их и не получится. Вот это я могу предсказать. Это я могу предсказать, потому что в этом у меня есть опыт. Силой вы их здесь не возьмете. Гарри, больше всего в эти дни, конечно же, удивляет Лукашенко. Дело в том, что осталось две страны в европейском пространстве, которые просто удивляют, и их решения идут в разрез с остальным, с тем, что делают другие страны. Это самая демократическая, самая развитая страна Европы – Швеция. И, скажем так, страна, в принципе, наоборот, страна самой меньшей демократии – это Беларусь. Как вам вообще Лукашенко, как его последние заявления вам? Что вы вообще о нем можете сказать? Понимаешь, я не знаю. Опять же, мы не знаем. Я думаю, что никто. Я думаю, что может быть даже это неплохо, что Беларусь так поступила, и Швейцария так поступила. Швеция. Я как бы, да, Швейцария, Швеция. Потому что по-английски это Switzerland and Sweden. Это легче. А тут они очень такие близкие по-русски названия. Это название. Швеция. И шведы. Да. И посмотрим. Вот как раз, я думаю, может быть и неплохо, потому что мы посмотрим, все это было зря. Кто в итоге окажется прав? Или это как раз футбол не зря? В Швеции там другая проблема. Потому что в Швеции у нас сейчас очень много в Майами шведов. Я вот их вижу, и даже там в кафе где-то, а такие высокие блондины с глупыми глазами, девчонки такие красивые, они ходят. И говорят с акцентом, с такими. Я как-то спросил, откуда вы? И несколько раз я вот натыкался, что это шведы. Я говорю, интересно, шведов здесь раньше не было. Почему вы здесь, говорит, мы сюда переезжали? Потому что они боятся жить такое огромное мусульманское, арабское население там теперь, что сами шведы боятся и эмигрируют оттуда в другие страны. Он говорит, я там один и сказал, я боюсь своих дочек на улицу выпускать, потому что я знаю, они будут изнасилованы и еще что-то. Он говорит, я так жить не могу, и поэтому я оттуда уехал. Там у них чуть-чуть другая проблема, чем это. Но все равно будем, я думаю, что вирус не разбирается арабт или швед и будет действовать, как бы сказать, без российских и ксенофобских настроениях у этого вируса. Надо еще понять, еще, конечно, интересно, этот вирус, он создан человеком или это просто-то вот натурально так этот вирус получился сам по себе. Не, ну, ральца большая. Я думаю, я тебе скажу, какая ральца, потому что мы будем относиться к этому совершенно по-другому. Вот у нас же все время была такая страх перед ядерной войной, перед ядерным оружием. Все время все контролировали, много денег, много всего выдано, чтобы контролировать ядерное оружие, чтобы, не дай бог, там и у Ирана или у Северной Кореи оно появилось, у какого-то психа еще привез. Почему? Потому что люди понимают эффекты, что ядерное оружие может атомная бомба сделать, потому что 70 лет тому назад мы кинули две бомбы и мы видели, какое потрясение это было. А сейчас у нас в одной термоядерной боеголовке 50 таких бомб, а в каждой ракете по 8-12 таких боеголовок. Ну, это вообще, ну, мир можем сшибить с оси. И мы понимаем, мы все время боремся и контролируем, мы пытаемся уничтожить это оружие, потому что мы его боимся. А биологическое и химическое оружие мы не боимся, потому что мы не видели эффекта. Ну, химическое недавно чуть-чуть там видели, ну, и с Первой мировой войны химическое, ну, не так страшно оно было. А вот с биологическим оружием мы никогда не имели дела, и поэтому у нас нету никакой системы или борьбы с ним, ну, такой масштабной. Я как раз служил в организации военной, которая следила за и уничтожала химическое, биологическое и ядерное оружие, оружие массового уничтожения. Вот на мое ответственность входилось биологическое очень часто. И есть книжка, которая про это написана, очень хорошая, которая написала, я сейчас не помню его имя, фамилия Бек. Он был советским вирусологом, занимался военизированием разных вирусов в Векторе. Такой в России есть организация. И он написал книжку еще в 90-е годы, я ее читал, очень интересно он там писал, сейчас в Америке живет. Он удрал, сбежал из Советского Союза. Он там главным ученым по этому поводу. Очень интересно это описывается и насколько это опасно. Вот сейчас я думаю, что мы поймем опасность разных вирусов и что может с нами случиться, если такой вирус, а еще если он будет сильнее. Этот еще вроде бы пока не знаем, я думаю, похоже, что многих он проходит и не убивает. А черт его знает, вернется он, не вернется, будет релакс, не будет релакс. Непонятно. Но я думаю, что после этого мы уже будем намного внимательнее относиться к биологическому оружию, к вирусам и будем смотреть, чтобы никто с этим не баловался. Никакая страна будет там, Россия, Китай или Америка или Украина. Поэтому я думаю, да, поменяется менталитет борьбы с оружием массового уничтожения. Гарри, сейчас многие эксперты говорят о том, что Запад будет поправлять свои финансовые дела после обрушения экономики, в том числе и за счет Китая, который, по их мнению, скрывал реальные масштабы катастрофы вот от этой болезни. И из-за этого Запад не подготовился должным образом к тому, что сейчас происходит. И об этом говорит, в частности, доклад разведки Соединенных Штатов. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я считаю, да, я считаю, что Китай должен понести ответственность за это. Это уже показано, доказано, что они врали, что они скрывали это. Но это как в любом другом диктаторском обществе, где диктаторы, они будут скрывать такие вещи. Они будут... Потому что они не избраны людьми, они не работают на людей, их не переизберут. Они работают на того, кто их поставил на эту должность. Поэтому все силовики, все министры, все в России, они не отвечают перед людьми. Они отвечают только одному человеку, тот, который их поставил на эту должность. А что там будет происходить, это все подгоним, прикосим, потом мы загоним дым в одно место и в голове. И, в общем, выйдем из ситуации. Так всегда работало. Ну, когда это демократические общества, это работать не может, потому что тебя люди избирают. Они тебя просто не изберут в следующий раз. Поэтому тебе пофигу губернатору у нас в штате. Пофигу, что говорит президент. В двух штатах демократических у нас, например, два губернатора, но один сейчас отказался от этого, запретили врачам использовать Клораквин для лечения коронавируса. Почему? А потому что Трамп сказал, что вроде это лекарство может быть работать. И за политических взглядов два демократические губернатора запретили вообще тогда им пользу. То, что Трамп сказал. Вот политическое решение. Но их теперь могут они переизбрать за это. Они могут себя подставить. Но они не работают на президента. Они не отвечают ему. Они отвечают своему народу, который их избрал. В Китае так не работает. Они спрятали. И недавно слушал Евгению Альбац. Она пригласила к себе какого-то еще одного профессора Купкина, знаменитого вирусолога. Чуть ли там у него не Нобелевское премио по вирусологии. И он преподает или проводит свои изучения в очень таком знаменитом у нас очень уважаемом университете Джордж Вашингтон Университете. И он россиянин. Он из Советского Союза. Понятно, что он профессор. У меня папа был профессор. Час, целый час он не может сформулировать ни одной мысли, ни одного предложения. У профессоров есть такая вещь, им сложно это сделать. И вот целый час она ему задает вопрос. Он говорит, ну я не знаю. Да, очень странно. И вот это вот целый час. Он мычит. Мычит, не может никак ни один вопрос ответить. Потому что ему странно. Он сам ничего не понимает, что происходит. Ну, в конце концов, они сошлись на одном, что виноват во всем это Трамп. Это у них. Здесь они как-то. И его спрашивает Альбатс. Она говорит, профессор, но этот вирус сам создался? Или его создал человек? Или он, как ты говоришь, рукотворный? И вот профессор говорит, я не думаю, что он рукотворный. Почему он не думает, что он рукотворный? Да потому что, говорит, а когда вот эти вирусы создают... Опять же, я его не виню. Этот человек думает своими мозгами. Он на себя равняет. Как бы он сделал. Мы каждый судим о других по себе. И он говорит, потому что если бы делали это, военизированный вирус, то сделали бы антидот сначала. А потом бы разрабатывали его. Чтобы на всякий случай, если что случилось, ба-бах, ба-бах, ноль антидота, мы все... А он говорит, а тут антидота нету. Поэтому я думаю, что он сам получился. И вот этот человек, который, значит, воспитывался, наверное, и вырос в Советском Союзе, приехал в Америку. Он, видимо, сидит в своей лаборатории и мира вокруг не видит. Мира вокруг не видит. И он, допустим, что, не помнит, как сибирская язва сбежала в Свердловске и заразила много людей, погибло много людей. Или антидота же не было. Или он не помнит, что... Как в Норд-Дойске, да, антидот был, но его не выдали. Отравили химией всех людей. Хотя наше посольство звонило и говорило, да мы знаем, что это... Чем вы травили там людей. И антидот мы знаем, который существует. Но он был засекречен. И даже министр здравоохранения тогда же не выдал антидота. И много людей погибло. Потому что государство такое, правительство такое. А Чернобыль... Вы забыли про Чернобыль? Уже все знали, а они все равно отрицали, что это есть. Все равно погнали детей и людей на парад. Неважно. Уже все знали, уже говорили, мы знаем, что у вас произошла авария ядерная. У вас заражено все, облако идет на нас. Пофигу. Они отнимают, нас там нет. И вот этот профессор сидит и говорит, да нет, был бы антидот создан. Может он и создан, но они сразу скрывали. И Китай сразу это скрывал. Потому что они сильно отличаются от России своим управлением. И они сидели и скрывали это. И обманывали весь народ. И я считаю, что да, за это вы должны ответить. Потому что нельзя такие вещи. Вы подставили, посмотрите, что вы натворили во всем мире. Я не могу к своей семье поехать. Каждый человек теперь во всем мире будет расплачиваться за это. За то, что вы попытались скрыть. Поэтому я не понимаю, как профессор может выйти и миллионы людей его слушают. И он говорит, да нет, антидот был бы создан. Я не понимаю. С Курском. Но все же это недавно. Все же это было перед нашими глазами. Когда врут, скрывают, хотят покрыть, хотят уйти от ответственности. И не важно, сколько людей из-за этого пострадает. Нет совести, нет чести, нет, что мы называем, сознания. Канчис, сознания нет у этих людей. У нас сейчас был пример. У нас сейчас пример идет в нашем флоте. Когда с авианосца отставили от должности командира авианосца, капитана первого ранга. Потому что беспрецедентная ситуация. С одной стороны, он должен держать дисциплину. Должен держать боевой дух на корабле. Чтобы он был боеспособен. А с другой стороны, у него матросы заболевают. И он оказался в такой ситуации, что китайцы вывели одну из самых боевых единиц из нашего флота. Потому что пришлось его уволить. Всех матросов снять с корабля. Но он должен был принять решение. Или это его матросы, и они боеспособны. Или он остается и продолжает... Сколько продержится на плаву, столько продержится на плаву. Решение очень сложное. Он решил свою карьеру выкинуть, но сделать так, чтобы матросы не заболевали. Чтобы как-то отреагировали на это. Привлекло внимание всего американского общества. Посмотрим, кто там был прав, кто не прав. Ну вот это, конечно, вот этот человек... Прав он или не прав, этот капитан первого ранга? Я не знаю. В этом надо разбираться. Но то, что у него есть сознание, тут спорить не о чем. Гарри, безусловно, на мой взгляд, Кабмин нарушил Конституцию Украины. Сомневающиеся могут взять и почитать, например, статью 64, либо 33 Конституции Украины. Где четко сказано, что такие решения по ограничению свобод граждан может принимать только Верховная Рада. И в этой связи хотелось бы узнать ваше мнение. Почему, вы думаете, Зеленский струсил и не принял на себя такую ответственность? Почему он не сделал все в соответствии с Конституцией? Ему ничего не стоило бы собрать под контрольную Раду и сделать все в соответствии с основным законом в вести чрезвычайное продолжение? И, конечно, тогда никаких вопросов. Он имеет на это право. И, безусловно, если есть эпидемия, то должны быть, наверное, какие-то ограничительные меры свобод. Но нужно действовать по основному закону. А он это все провернул как-то через Кабмин. И не кажется ли вам, что это какая-то трусость? Или он рейтинг боялся потерять? Зачем он это сделал, Гарри, как вы думаете? Почему он нарушил Конституцию через... Ты все верно говоришь, но я не знаю, опять же, я не знаю. Как ты говоришь, что это абсолютно правильно, но я не знаю, почему ваш президент принимает такие решения или еще хуже, не принимает никакого решения. Это еще хуже, чем принять даже иногда неправильное решение и продвигать... Я надеюсь, что это просто неопытность молодого президента. Я считаю, что это советники. Понимаешь, он же не один в вакууме. Он все время слушает каких-то советников, которые ему что-то советуют. Эти советники очень часто могут человека привести в заблуждение. Они путают его. Поэтому Трамп у нас их увольняет постоянно от одного, от другого. Что ему не нравится. Он намного опытнее, у него чуйка намного больше развита у Трампа. Он чувствует, когда что-то не так или что-то не здесь. Но часто он и говорит вещи, которые неправильные. Не потому что он такой, потому что ему кто-то посоветовал это сказать. Потому что ему какой-то советник это насоветовал. Но потом, когда он понимает, что это не так, он увольняет его, к черту мать. Здесь, я думаю, просто... Ну, я надеюсь, что это какая-то неопытность. Или советники не то насоветовали. Но я только понимаю, что вашему президенту очень тяжело работать. Ему тяжело работать. Он взял страну с войной, с плохой экономикой, с коррупцией, наобещал всего. А тут ему еще этот вирус на голову свалился, с которым точно уже ни у кого опыта с этим вообще не было. Если там борьба с коррупцией, или там выстраивание экономики, или переструктирование вооруженных сил, или еще чего-то. Прецеденты есть. Он может посмотреть, он может посоветоваться с другими странами. То есть здесь он ни с кем не посоветоваться не может ничего. А я работал там в вооруженных силах, у нас тоже юристы, потому что мы не знаем, как поступить так или так. Что по закону, что не по закону. Эти юристы, они могут все так перевернуть. Все так по-своему перевести закон. И так тебе представить, что тебе начинает казаться, что да нет, это все правильно. Так и должно быть вот он же специалист. Да, он его читает. А эти юристы ему начинают его переводить. А потом они достают еще какую-то бумажку. На этой бумажке говорят, ну если это вот так, то здесь можно вам поступить вот так. А если здесь вот так, то вы можете здесь так. И ты такая заботащаяся. И в принципе, в конце концов, вы можете вообще никакого решения не принимать. У вас на это тоже есть право. И ты думаешь, о, хорошо, пусть кто-нибудь другой за меня это решение примет. Мне не надо. Вот по закону я все числяюсь. Юристы это еще... Я уверен, что там сидят у него юристы эти молодые, агрессивные, которые все так перевернули, все так перековеркали, что он, наверное, тоже в заблуждении. Ну, я не знаю, что произошло. А может быть, он и трус. А может быть, он идиот. А может быть, он заболел. А может быть, вообще его подменили на марсианина. Вот я не знаю, что происходит. А может быть, да. А может быть, мы не поидиоты. А ему юристы там объяснили, что все вообще зашибись. Ты самый лучший президент в мире. Самый красивый. Самый умный. Самый смешной. Самый... Да, все, уже русские сдались. Все. Уже мы не знаем, куда их в плен брать, чем их кормить. Ты понимаешь? Надо просить. Они могут так все перековеркать, эти юристы. Моя дочка меня убьет, потому что она сейчас у нас будет... Потому что она часто говорит, что я несправедливо ругаю юристов. Меня очень часто юристы спасали. У меня один военный юрист, вообще прокурор, мне жизнь спас. Но не то, что они плохие, просто они настолько умные, что ты не знаешь, как с ними аргументировать. Они так могут тебя запутать, что ты не знаешь, что дальше делать. И они с умным лицом это все делают. И вот такие тома этих законов, книг и всего, они отсюда берут и говорят, что вот здесь это так написано, а здесь это так написано. Но если вы это перевернете книжку наоборот вот так, то можно наоборот это все сделать. И это сложно с ней. Поэтому я думаю, что сложно. Но, конечно, принимать президенту придется какие-то ваши решения, непопулярные. Но, слушай, его никто не просил стать президентом. Он сам захотел пойти на эту службу. И она ему будет стоить и здоровья, и денег, и популярности, и всего остального. Это цену, которую он должен был понимать, что он заплатит. Никуда не денется. Но ситуация сложная. В Украине очень сложная ситуация. Но, опять же, я считаю, что вот эта сложная ситуация для Украины хорошо. И чем больше у нас давления, чем больше у вас будет такой же став, как у всех остальных, то вы уже будете намного более битые, чем все остальные. И я уверен, что вы рванете вперед, и все будет хорошо. Гарри, в завершении разговора хотелось бы вас спросить, поддерживаете ли вы высказывание Бенджамина Франклина о том, что если человек между свободой и безопасностью выбирает безопасность, то он не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Ваше отношение к этой легендарной фразе? Ну, это не только. Много. О, да, это он сказал. Но это было повторено многими лидерами настоящими, в том числе и Уинстоном Черчилль. Да, и Уинстоном Черчилль он сказал, сохраните честь и мир. У вас не будет ни того, ни другого. Потому что, когда ты хочешь отдать свои права ради комфорта, готов пожертвовать своими правами, взять взятку, чтобы купить себе Мерседес, продать свою честь, продать свою независимость, теперь ты будешь зависеть от того, кому ты дал взятку, или тот, кто тебе дал взятку. Это начинает зависимость быть от одного к другому. Ты отдаешь свои права, ты сдаешь свою независимость, ты сдаешь свою честь. И когда это захватывает массовое общество, это общество пропадет. Потому что все становятся рабами кого-то. Все становятся крепостными. Что я имею ввиду крепостными? В Российской империи все были крепостными. Если люди думают, что дворяне были не крепостные, они тоже были крепостные. Только царь был не крепостной. Все остальные были приписаны земле, все остальные должны были спрашивать разрешение на любую мелочь у царя. Поэтому они подкупали, продавали друг другу информацию, друг другу разрешение, штампы. Все это было очень бюрократично, очень коррупционная схема. Поэтому часто надо отдать свой комфорт, свою карьеру, как этот капитан первого ранга авианосца, командир авианосца, Пьеду Рузвельт, принял решение непопулярное, которое подставляло его под удар. И он заплатил за это высокую цену, но он и остался свободным человеком. Он и остался человеком чести, я надеюсь. Поэтому я думаю, что люди не привыкли, не привыкли отдавать свой комфорт за свою свободу. И пока не начинается какая-то большая война, и ты понимаешь, что уже эта машина, уже эта квартира, уже ничего этого не имеет никакого. Это все обесценилось, потому что ты потерял близких, потому что ты потерял любимых, потому что ты потерял веру, потому что ты потерял страну. Они уходят в эти партизанские отряды и начинают воевать. И ценности меняются у человека. Но уже поздно, ты уже все потерял, и вот эту честь и доблесть вернуть очень сложно. Потерять ее легко, очень сложно ее вернуть. Машину, Мерседес, квартиру, золотое кольцо, молодую любовницу вернуть намного легче, чем честь и достоинство. Уважаемые друзья, я вам напоминаю, чтобы Гарри не скучал на карантине. Пишите в комментариях, поддерживайте нашего гостя, высказывайте ему свои мысли. Я, Гарри, вас хочу заверить, что вы можете, я расскажу как чего, в любом случае, если вам хочется, пожалуйста, я вам даю официальное приглашение, приходите к нам на канал, заводите прямые эфиры и напрямую общайтесь с нашими зрителями. У вас есть такая возможность. И, конечно же, друзья, я вам напоминаю, что ссылки на канал Гарри в описании. Заходите, подписывайтесь. Впрочем, как и ссылки на наши новостные ресурсы в Телеграм и в Твиттер. Там самые свежие новости. И не забывайте, что у нас есть второй канал на сайте Патреон. Там вы увидите то, чего нельзя выкладывать на Ютьюб. До свидания. Не болейте. Держать дух. Держать боевой дух. Не сдаваться. Друзья, мы открыли новый канал на сайте Патреон. И там вы сможете не только раньше других увидеть материалы, которые мы выкладываем здесь, но и эксклюзивные новые передачи, которые нельзя в силу разных причин выкладывать на Ютьюб. Подписывайтесь. Ссылка в описании.